Добрый день, друзья! Сегодня я вас приветствую в агрофирме Садовья. Она занимает очень большую площадь в Калужской области. Она использует самые современные надувные теплицы, обогреваемые, выращивает всевозможную рассаду, саженцы, деревья, занимается озеленением парков Москвы и Калужской области. Планируется вот в этой местности очень большой парк и там они будут озеленителями. И что нас привело сюда? Мы познакомились с директором этой фирмы Анастасией. Узнали, что она за экологию. Видите, она нигде не использует асфальта. Кругом у нее камушки, щебеночка, специальные покрытия. То есть она даже асфальт нигде не использует в своих проектах, потому что очень болеет за экологию. Вот мы предложили ей наш очень экологичный проект. Это тук-тук с мотором на совмещенных обмотках Соловянка. Что 25 числа мы отдали его в пользование на месяц экспериментально. И уже сегодня я просил рассказать Анастасию о ее впечатлениях, ощущениях. То есть весь состав, который здесь трудится на вот на этом участке. Он уже весь попробовал, все уже попробовали проехать на нашем тук-туке. И все очень довольны. И есть небольшие замечания, которые мы попытаемся в ближайшее время устранить. Но это связано не с электрической темой, не с моторами. Это связано с колесами. То есть колеса у нас стоят на тук-туке для асфальта. По щебенке им сложно передвигаться, когда они сильно груженые, когда машина сильно груженая. В остальном же, конечно, все очень приятно. Когда льет дождь, на голову ничего не капает. Там люди сидят в кабине. Когда есть солнце, батарея всегда заряжена. Вот я сейчас сел, сам лично переехал вот на нем в другое место. И было приятно. Я сел в кабину, там зарядка сто процентов. Ну что, вот такие проекты, как двигатели, тяговые двигатели с совмещенными обмотками на каких-то транспорт, на каком-то транспорте, на коммерческом. Ну, я вижу в этом большое будущее. Потому что очень приятно, когда двигатель экономичен. И очень приятно, когда ты садишься и передвигаешься, и не думаешь, что он у тебя сейчас заглохнет, что у тебя сейчас кончится бензин. Нет, такого нет. Ты просто ездишь, ездишь, потом, когда надо, тебе отдыхаешь, потом опять садишься и опять ездишь и работаешь. Это очень приятно. Немного расскажу, как используется тук-тук в питомнике Садовья. Вот именно вот эти три с половиной гектара – это питомник. Здесь ведутся продажи. То есть на этой площадке будут разбиты дорожки, будут разбиты, будут сделаны пруды, где продаются всевозможные растения. И прудовые, и сельскохозяйственные. Вы видите вокруг меня клубника, цветы, петунья. Там вот у них всевозможные рассады, и кустарники, и деревья. То есть людям, понимаете, если кто-то из вас хоть раз занимался посадками, то обязательно поймёт, что это всегда тяжело таскать на себе. Даже на тележках это тяжело таскать. Поэтому нужна какая-то техника. Когда я разговаривал с хозяйкой этого питомника, Анастасией, то услышал у неё, что она хочет трактор, но трактор загрязняет окружающую среду. И вот наш тук-тук прям пришёлся кстати. Мы предложили попробовать, и вот на сегодняшний день люди очень довольны, что он просто не дымит, нигде с него масло не льётся, не капает. То есть он просто… Садишься, грузишь на него вот любой из этих горшков, да, там 10, 20 и 30, сколько нужно, сколько вмещается. По весу он тянет любое количество груза. То есть до 500 килограмм можно легко на нём перевозить по самому питомнику, расставлять. Одним словом, это очень серьёзный помощник на сельскохозяйственных участках, всевозможных, больших, маленьких. Главное, чтобы у него были какие-то дорожки. Хотя вот у меня здесь недалеко полгектара своей земли, да, я до этого целую неделю использовал его там. У меня нет дорожек, но когда сухо, он прекрасно перемещается по газону. Вот. На сегодняшний день, да, надо рассмотреть, для плохой дороги нужно рассмотреть просто другую резину. То есть этот вопрос решается, тяги у него хватает. Вспомните мотособаку. Её взяли в Челябинск, приобрели у нас для чего? Для того, чтобы ездить в особой зоне, где не разрешены, то есть в заповедниках не разрешены бензиновые двигатели. И люди сейчас уже заморочены, как им быть, как перевозить туристов, рыбаков. И вот яркий пример, это зима. Две с половиной тысячи километров проехала мотособака на двигателе ДА-90С. Ну, это великолепно, это невероятно крутой результат. Без поломок, без всего. То есть она спокойно проехала. Конечно, люди у нас заказали уже другую технику на воду, опять же электрическую. Это тренд. На сегодняшний день все передовые бизнесмены, те, которые связаны с природой, с растительностью, они все заморочены на том, чтобы уйти наконец-то от бензина, от дизеля, от дыма, от масел. Вот. Поэтому, конечно, вот наш тук-тук электрический и любая наша другая техника, которую мы будем продвигать на моторах, на очень экономичных моторах Славянка, она, конечно, с каждым днем все круче, все востребованнее.